Броски на точность, круг на скорости стафета. В мастер-шоу приняли участие все хоккеисты, прибывшие на звездный матч. 34 лучших игрока континентальной хоккейной лиги. А матч легенд собрал тех, кто в недавнем времени был лучшим. В их числе на лед вышел и главный тренер хоккейного клуба Сочи Вячеслав Буцаев. Реакция болельщиков была такой, на которую рассчитывали организаторы этого праздника хоккея. Павел Моваточин из Оренбурга не пожалел, что оказался в эти дни в Сочи. Дружеский настрой у всех, в принципе. Хорошая организация, удобно, комфортно. Получаешь удовольствие, когда здесь находишься. Они все в этой лиге, но сейчас разделились на две команды, чтобы провести этот матч-шоу. Восток в красной форме против Запада в синем. Первый звездный матч прошел в 2009 году в Москве на Красной площади. За эти годы он побывал в нескольких городах и странах. И вот теперь он проходит на льду Большого. Москвич Андрей Захаров прибыл на игру с семьей, родителями и сыном. Сам он болельщик столичного Динамо, болельщик со стажем. Это прекрасное событие, матч звезд, который проходит раз в году. Такая уникальная возможность увидеть всех игроков. Только здесь, плюс олимпийский объект, и не было возможности посетить Олимпиаду. На зрительских трибунах немало женщин. Лена Бахметьева говорит, она как человек азартный, болеет всегда искренне. Число голов росло стремительно. Больше всех отличился форвард Востока Сергей Мазякин. Шесть раз отправлял шайбу в ворота. Конечный счет 18-16 в пользу Востока. Хотя рекорд по количеству заброшенных шайб не побит. Столько же по 34 их было в двух предыдущих звездных матчах. Мы играли в кайф, я думаю, от первой до последней минуты. Да, конечно, получил удовольствие. Это был праздник для нас, для хоккеистов. Награду участникам вручили почетные гости матча. Многократный олимпийский чемпион Жан-Клод Килли и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Где и когда пройдет следующий матч звезд КХЛ станет известно позже. Игорь Кыр по телекомпании ФКТ